Продолжение следует... 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 Как для ниточек были дырочки в горном хрустерле просверлены, если учёные заявляют о том, что это сделать практически в тех условиях было невозможно. Ну вот, а теперь мы переходим уже к репликам и вопросам, которые в чате Народного славянского радио возникали от наших радиослушателей и появлялись от зрителей нашего канала в Ютубе. — Геннадий Романенко, реплика из Ютуба. По РЕН-ТВ в одной программе однажды показали каменные пластины, похожие на 30-х годов бобины. Каменные пластины сделаны очень равномерно и видны полосы на этой пластине. Жаль, что нет прибора для считывания информации. Благодарю. Что скажешь? — А я и скажу, и обращаю внимание людей ещё раз на все эти изделия. Возможно, ключ лежит именно в горном хрустале. И эффекты, которые могут возникнуть от применения горного хрусталя и солнечного света, плюс подобных приборов, как того же фесского диска, честно говоря, неизвестны. Но никаких запретов нет. А даже не то, что запреты. Есть именно требования от простых людей, которые изучают, провести данный эксперимент. То, что я могу сделать своими силами, показывает положительные, скажем так, результаты. Становится понятно, откуда люди брали образы, как они возникали. И что к этому, скорее всего, причастен свет плюс горный хрусталь. А там уже определённые углы, скажем так, дни и так далее и тому подобное. Ну, например, изучение этого направления привело к тому, что я хотя бы начал понимать, откуда взялась та же техника колослову, которая ещё вообще малоизвестна общему кругу народонаселения, и всего один человек её продвигает или пытается продвигать и вспоминает. Ну, она как раз и берётся из солнечного света. А применение горного хрусталя и позволит нам ответить на данный вопрос. А что мы получим? Они использовали ли наши предки именно для считывания с этих устройств или для получения образов другой информации? Как раз эту общую систему. Свет, горный хрусталь, и пускай изделия из камня, изделия из глины, потому что, как ты правильно, Алексей, заметил, им нужен был источник энергии. А чем вам солнышко-то не подходит? Подходит. В современном мире люди учатся приручить энергию Солнца, именно при помощи зеркал учатся. Ведь опытные электростанции, созданные на энергии Солнца, которые фокусируют множество зеркал в одну точку, созданы. Так почему же древние не могли это применять, когда все артефакты, найденные по миру, просто кричат об этом? Как ты правильно заметил, они могли плавить тот же горный хрусталь при помощи света, и того же горного хрусталя просто сконцентрировано. И в определенных формах делать себе хоть хрустальные черепа, хоть дырочки сверлить, и при том сверлить светом. Им даже не нужны были инструменты, не надо там что-то с собой фантастическое тягать, менять потом эти сверла. Ведь многие отмечают, что технология сверления как бы совершенная. Так а почему нельзя это сделать при помощи концентрированного света? Опять же, те же астрономические приборы древности на камнях. Я хотел бы услышать вариант от науки, а как они делали эти выемки в камни однородные? Ну мне приходит на ум, это должен быть какой-то станочек, и надо чем-то сверлить, шлифовать, что-то подобное чудить там. А зачем это чудить, если взял определенную линзу и в солнечный день навел и насверлил себе этих отверстий за пять минут без затрат каких-то энергии? Вообще нет, тебе ничего не нужно. У тебя есть эти зеркала? Ты их настроил, получил, сделал. Опять же, не даром мы упираемся в этот остров Крит. Опять мы попадаем на этот Крит. А то, что до какой-то катастрофы, которая произошла примерно 3200 лет назад, 3500 где-то так, которая похоронила в принципе Крита-Минойскую цивилизацию, опять которую и ее соседи описывают как четко славянскую, и люди там, опять же, нашего вида, они имеют нашу жреческую традицию, наш символизм. Они имеют технологии совершенные по работе с этим горным хрусталем. То есть все подтверждается, да, подтверждается. Могли они это делать? Могли. Есть их следы в Америке? Есть. И в статье даже приводится тоже такой же американский исследователь, который, в свою очередь, тоже изучая это направление, его реставратор Фрэнк Дорланд, он считает, что черепа были сделаны где-то в районе Древнего Египта или Вавилона, а потом их привезли в Центральную Америку. Конечно, споры продолжаются, но мы можем наблюдать в этом регионе сверхразвитый уровень понимания и использования этой широко применяемой технологии. И почему, я говорю, нельзя было сверлить, писать или выжигать? Ведь неужели вам, вы, никто из вас не выжигал при помощи того же стеклышка хотя бы на том же дереве? Многие тоже этим занимались, выжигали подобные изделия. В детстве пробовали. Почему бы и нет? То есть это возможно, возможно. Применяется сейчас? Нет. Эта технология забыта. И на смену горного хрусталя пришел стекло. А стекло ж, вероятно, не имеет нужные нам кристаллические решетки для того, чтобы повторить достижения наших предков. Могли ли наши предки сделать стекло? Могли. Но они почему-то упирали именно на горный хрусталь, который сейчас остался в магических всяких, скажем так, штучках, который опять же сделан из горного хрусталя. Опять же представляет собой шарик, который опять же соответствует квадратуре круга или универсальным законам строения всего во Вселенной. Так что, как это так? Больше всего понравилось мне, конечно, объяснение, что там мужички, которые смотрят на звёзды в небо, наблюдают за космическими объектами, и это всего лишь навсего дротик у них в глазу торчит. Вот это вот больше всего мне понравилось. Нет, ну это наука, Алексей. Ну гениально, нет, просто гениальное объяснение. Я не знаю, в какой палате их лечили. Может быть, там же и премии им рядышком выдавали, в соседней палате. Но лучшие объяснения я не предупреждал. Пятёрка вот всё жёсткая, пятёрка такая стабильная на всю жизнь. Другого нет ничего, объяснение у меня. Видно, как там летит по небу солнечное что-то такое, видно наверху звёздочки. И стоит человек ночью, смотрит, но, оказывается, это дротик. Вот сверху дротик ему пролетел, бабах, и прямо в глаз. Он так, ах, мама моя, что ж так воткнулся-то хорошо, эх ты. И никак вытащить не может. Да. И не на земле он валяется от боли. Так смотрит, так и застыл с дротиком в глазу. И двумя руками уперся. Ну ладно, реплика из Ютуба от Геннадия Романенко. В общем, всё, что не укладывается в современной науке, тут же исчезает или уже уничтожается. Кому-то невыгодно это всё. Кому невыгодно, как думаешь? Ну, Алексей, мы ведь с этого начали. Тому, кто не хочет развития, понимания, продвижения, ну, назовём это, пускай, силы тьмы или силы зла, которые хотят неведания, незнания, отсутствие просвещения. И хочу подтвердить, ну, ваши догадки, предположения. Из того, что вы видите, самые совершенные линзы, о чудо, пропадают по музеям всего мира. Самые большие, самые совершенные, они постоянно исчезают. И даже из приведённых в статье, ну, где-то уже процентов 30 куда-то испарилось. Испарилось, причём испарилось из музеев, подчёркиваю. Египта, Лондона, Америки. Чем более совершеннее изделие та же линза, тем быстрее она, ну, наверное, расплавится от времени. Я ж не знаю, как они их там списывают, что они там пишут. Но факт остаётся фактом. Современные исследователи уже говорят, что они потеряны. Чем сложнее и больше линза, тем быстрее она в музее, подчёркиваю, теряется. Так что такие вот чудеса. Наверное, от Солнца рассыпаются. Наверное. Столько тысяч лет они служили, служили. Солнце через себя пропускали, свет пропускали. А тут время пришло. Просто раз и рассыпались. Солнце написал. Дротик в глазу. Не, не похоже. В носу. Если бы в носу, он бы вниз смотрел. А там глаза у этого человечка, они по-другому устроены. Они ниже уровня носа находятся. Поэтому всё-таки дротик в глазу. Так. Идём дальше. Нет, я вот никак не успокоюсь про эти линзы. Хочу дальше пойти. Не успокоюсь никак. Заводит меня эта ситуация. Дело в том, что стекло можно выплавить при достаточно низкой температуре. А вот горный хрусталь всё-таки при очень высокой. Поэтому, да, здесь необходимо применять концентрированную энергию, может быть, даже схожую по концентрации с лазерным лучом. Известно, что пересечение двухлазерных лучей даёт другой эффект, нежели чем просто одним лучом шпарить. Известны такие произведения искусств, когда внутри какого-то куска стекла или другого пластика выжигают при помощи двухлазерных лучей какую-то картинку внутри. То есть, когда два луча пересекаются, то там происходят интересные, удивительные события, явления плавки. И поэтому там можно эту картину наблюдать внутри шара, внутри кубок и что-то ещё. Поэтому, да, при концентрации солнечного света, думаю, что возможно получить очень и очень высокие температуры. Поэтому не обязательно было использовать, наверное, торф, не обязательно было использовать дрова, уголь, нефть, получать энергию, особенно в южных регионах, очень просто, очень легко. И накапливать её при помощи больших резервуаров с водой, которые почему-то сейчас пытаются все завинные какие-то амфоры выдавать. Ну, больше им нравится, что там винные амфоры. Нет, я, конечно, не отрицаю того, что в винных амфорах могло храниться вино тоже или виноградный сок. Но очень большого размера, вкопанные в землю, могли служить какими-то, может быть, ещё и аккумуляторами тепла. И если там направлять солнечный свет. Известны современные технологии, которые позволяют аккумулировать тепло в больших ёмкостях с водой и, в общем-то, подогревать своё жилище в те дни, когда наступает холод. Это современные технологии уже так доказали всё. Поэтому если есть вино, то храним вино. Если нет вино, то в этом случае можем там содержать воду, которую можно нагревать при помощи света и обогревать своё жилище. А вообще свет при помощи определённых несложных устройств, которые доступны современному человеку, и при помощи несложных материалов, которые также доступны современному человеку, можно заводить внутрь дома, тем самым освещать его, тем самым нагревать его. и упростит это, наверное, жизнь человека. Вот есть даже целое направление. Так, у меня в мозгах сейчас, как это всё сделать. Но здесь надо уже подключать тех технорей, которые способны это всё делать и воспроизводить. Ладно, идём дальше. Вопрос от Велимира. Всем в эфир можно. А дальше-то что? Сколько уже было передачи, сколько фактов приведено? Доказывают, что современная официальная наука ложна. Вот ещё факты приводятся. А даты в школе ложному восприятию продолжают учить. Адеквитанция за ЖКХ, штрих-код США и Канады. Налоги в США платите. Кстати, возникает вопрос, а почему США и Канада? Как она, одна страна, обозначается? Не по теме. Но острый вопрос. Острый вопрос, но не по теме. Хочешь, отвечаю. Не хочешь, пойдём дальше. Нет, вопрос острый. Разреши, я тебя добавлю. Вот маленькую тоже такую удочку заброшу, чтобы обратить внимание людей. Дело в том, что есть такое мнение, что аббревиатура руны, например, читается как расчёт угла наклона. А вот угла наклона чего, к чему и для чего, это более широкий вопрос. Это к тому, что и письменность, и всё это не просто так. А этот острый вопрос тоже можно сказать. Наши предки для существования и совершения великих дел использовали то, что даёт природа. Использовали напрямую. Научиться вспомнить и освоить доступные источники энергии, за которые не придётся платить никому. Куда бы вы там не платили. Хоть в Америку, хоть в Канаду, хоть в Бразилию. Какая разница? Нам всё дано, как говорится, безоплатно. Научиться вновь использовать это для своей жизни в любом месте, как ты правильно, Алексей, сказал. Для накопления, освоения, получения. Причём в северных районах, между прочим, даже солнечных дней иногда больше, чем в южных. Понимаешь, в чём дело? И не зря сейчас там на севере пытаются они лепить эти солнечные батареи, которые должны давать электричество. А может есть более совершенные. Они есть. Наша задача вспомнить. Свет. Почему наши предки были огнепоклонниками, солнцепоклонниками? Да не поклонниками они были. Они использовали все возможности, которые даёт белый свет. Он же Ра, он же прослеживается везде. А за счёт энергии, которую называют деньгами. Вот слушайтесь. Деньга. Ну день, световая энергия вам даётся. И путь. А то, что молодой там человек нам написал, ведь это ж подмена понятий. Вас же заставляют не деньги давать, а банкноты. Вам подменили световое понятие на банкноты. В чём разница? Деньга – это световая энергия для вашего пути. А что такое банкнота? Банкноты – это заявление банка о том, что он эту бумажку поменяет вам на деньги, которые ранее были трансформированы солнцем в горный хрусталь, в золото, в серебро, в что-то материальное. И вы сами согласились, деньги, световую энергию, которую вы производите, ведь вы стоите за станками, выращиваете что-то, делаете, щёте, продаёте, вы её производите, а вы её отдали, обменяв на банкноты. Заявление банка и нота, заявление банка о том, что он вам её обменяет. Наша задача – вернуть себе эту световую энергию. Ну, не бумагу я имею в виду, солнечный свет. И освоить его применение для жизни в любых условиях. Чем наши предки пользовались фактически на всей, как говорится, обозримой исторической арене. Так что вот такой ответ. По поводу того, что в древности применялся именно свет доступный, есть очень простое подтверждение, которое, опять же, учёные, ну, не знаю, наверное, делают вид, что они не понимают. Есть там, наверное, люди, которые всё прекрасно понимают. Вот приезжайте куда-нибудь, ну, к тем же самым египтянам в славный Египет. И вас ведут в какую-нибудь там пирамиду или какие-то катакомбы, которые якобы являются захоронением, ну, и так далее, и тому подобное. И вдруг вы видите прекрасные такие сохранённые фрески внутри этих тёмных. Ну, в пирамидах-то вряд ли там фрески, а вот в катакомбах, в гробницах, там эти фрески на стенах присутствуют. И самое это интересное, гиды так руками разводят, говорят, вот учёные не понимают, ну, как они могли расписывать. Ну, это сейчас у нас электрический свет. Электрический свет, вот он освещает, здесь всё красиво, так замечательно, светло. А как они в древности могли это расписывать? Ведь нет ни одного следа копоти. Ну, а нам же рисуют как? Нам рисуют исторические эти всякие, опять же, учёные о том, что сидит такой зачуханный малый в набедренной повязке, зубилом выдалбливает вот эту вот фреску каким-то образом, раскрашивает её каким-то образом в полумраке при какой-то там свече или каком-то кадильнике. Вот, и таким образом всю эту многоквадратурную площадь зарисовывает и задалбливает зубилом, непонятно из чего сделан, то ли из камня, то ли из бронзы, то ли из меди вообще. Вот. Если же мы говорим про то, что в те времена не только было перенаправление с зеркалами, было перенаправление с зеркалами, а ещё и было светопроводники, которые сейчас известны очень хорошо. Существует же у нас оптика, позволяющая передавать интернет и другую информацию на большие расстояния, да, вот какой-то тоненький такой, казалось бы, связочка тоненькая, оптического такого приспособления, стёклышек там и так далее. И всё хорошо, замечательно, и за многие километры передаётся без искажений. Но ведь кто-то сказал, что в древности не могли направлять луч в эту оптику. Дальше по этой оптике передавался внутрь свет, там стоял большой светильник, который опять рассеивал её. Всё, на мой взгляд, очень просто и понятно. Так что учёные, репки чешем, включаем мозги и идём дальше. Вопрос эфира Данила. Здравия, с вами. Алексей, извини, можно тебя перебить по ушам? Ну, очень два важных замечания есть. Да уже перебил, давай. Значит, смотри, замечания настолько важные и крутые, что их нельзя сказать, пускай вопрос подождёт. Нельзя забыть, услышьте меня, ты вот упомянул про катакомбы. Но ведь в статье про письменность, о которой мы в прошлый раз говорили, там есть всего лишь одна маленькая строчка на тот период. Я обращал внимание, что 30 тысяч лет назад существует огромное количество потрясающих изображений по своей идентичности и по своему достоверности в пещерах. Вот такое было когда-то у меня замечание в статье про письменность. Подчёркиваю, Алексей, в глубоких пещерах созданы потрясающие, практически идентичные натуральным изображения животных того времени, которым 30 тысяч лет. Идентификация полная, но они создавались в тёмных пещерах 30 тысяч лет назад минимум. Таких пещер сотни найдены только в Европе, в европейских частях. Я пока не собрался с силами, но я надеюсь, мне хватит сил и возможности описать, что же за загадочные сотни этих пещер. Оказывается, где мы наблюдаем изображения животных, причём множественные, связанные, на небесах. Оказывается, это обсерватории прошлого. И не я один это замечал. Там были наши учёные, которые отмечали это же. Люди как-то переносили изображения звёзд, и это уже начинают доказывать. Глубокие пещеры. Они приносили их во тьме по современным научным данным. Причём, как они могли это делать? То есть, они применяли опять же какую-то световую или отражательную технику, или определённые накопители света. Прекрасно могли соотносить это со звёздным небом. Календари древности это подтверждают. Для этого нужна целая статья, может и две, чтобы люди увидели, насколько разнообразной, насколько подтвержденной, насколько наука, хоть стреляя её, она не хочет этого замечать в упор. Потому что оно распространено и в Сибири, и в Америке. Эти так называемые, и не только пещеры, и петроглифы. Это отражение небесных объектов. Но в данном случае нам интересно, что они в глубоких пещерах, где не могло быть никакого освещения. Нет копоти на стенах. Это 30 тысяч лет назад. И нам говорят, они были дикие. Ну, а как же, куда девать Алтай, которому уже 50 тысяч лет, а там опять же те же артефакты применяются, те же ручные браслеты, которых вообще не могло быть тогда, по их словам. Те же иголочки, которые равны современным. Те же музыкальные инструменты, которым 40 тысяч лет, они от современных неотличимы. То есть были ли дикие люди тысячи, десятки тысяч лет назад? Нет, конечно. Нет. Информация эта передается. И пока удалось нам дойти хотя бы до Антлана. Я надеюсь, в следующие разы мы поговорим про нее, чтобы более конкретно осветить еще одно чудо, которое они могут найти. Хоть оно и утонуло 13 тысяч лет назад, но оно ведь не сдвинулось на миллиметр никуда. А тогда тоже были еще более сверхразвитые технологии. И еще один замечательный эффект. Я вам напомню, для тех, кто не был никогда, не интересовался, вот вы все пользуетесь железной дорогой. Обратите внимание, вот вы как едете, есть какие-то стоят на железнодорожных станциях, такие огромные вышки, там связь располагается в основном. Но в чем суть? Суть в том, что в советское время, когда предполагалось, как говорится, столкнуться с нашими заклятыми друзьями в ядерной войне, встал вопрос, ну еще до изобретения интернета, как передавать информацию при применении средств ядерного поражения. Ну вот как, тем более на большие расстояния. И знаете, какой был придуман, как говорится, метод? Эти вышки, связевые, огромные, были построены по всему Союзу. На самом верху каждой вышки должны были находиться, как вы думаете, что? Это зеркала для приема передачи информации в условиях ядерной войны. Они до сих пор стоят и служат, обслуживают информацию другого типа. Там есть эти зеркала, ну, я имею в виду, металлические остались. Все, что оптику там, конечно, сняли давно. Но сам факт. Ядерный взрыв? Где ядерный взрыв? Где передача световыми символами при ядерной войне? И где, как говорится, наши предки 30 тысяч лет назад, которые еще в глубоких пещерах переносят карты звездного неба? При помощи чего они освещались? Там нет ни копоти, ничего. Иначе бы они закоптили сами эти рисунки, что их не видно было. Притом они метрически точно передают все это. Так что вот, что я хотел дополнить, так, пожалуйста, любые другие вопросы. Попытка номер три. Вопрос в эфир от Данила. Здравия со ведущим. Виктор Викторович, доводилось ли вам в исследованиях и изысканиях находить, в кавычках, оптические устройства, приборы, линзы и тому подобное, позволяющие плавить гранит и другие тугоплавкие материалы или документально зафиксированные сведения о них? Благодарю за ответ. Ну, в статье приводятся в основном именно артефакты, которые могут быть применены для этого. Современно. То есть бесконтактное сверление. То есть ничего не... Что сверлит? Свет. Что обрабатывает? Свет. Что плавит? Свет. Что это должно применяться? Горный хрусталь. Вот в чём именно суть. Не стекло, а именно горным хрусталём нужно пробовать это делать. Возможно, какие-то металлы применялись. Если правильно того же Архимеда понимать, ну, они применяли медь, которая была отполирована до зеркального блеска. В этой статье этого нет. Но я очень рекомендую найти статью «Волшебные зеркала». А вы, как вы знаете, они тоже присутствуют вообще во всех курганах фактически. Во всех культурах. А чем же они волшебны? Они волшебны тем, что их технологию не могли повторить, опять же, до сегодняшнего дня. При определённом угле попадания на него света, зеркало начинало показывать картину, которая была с задней стороны нанесена. Ну, а народные наши сказки я уже и трогать не буду, потому что там вообще начинается полный беспредел. Например, а ведь сказки – это всего лишь отражение технологий прошлого, как мы убедились, тем же клубочком с этими мифами. Вспомните сказку Пушкина, которого прекрасно знакомили с традициями наших предков. Ей приданное дано, было зеркальце одно, свойства зеркальца имело, говорить оно умело. Вот где, как говорится, Стив Джобс, айфон спёр. Надо подать на него в суд. Ну, на компанию, имею в виду. Так что вы, как говорится, не считайте меня волшебником. У меня какие есть мои скромные возможности, те я вам и предлагаю. Делись своими наблюдениями. А таких возможностей, чтобы куда-то выехать, попробовать, откопать и применить, пока у меня нет. Как раз я это предлагаю для тех, кто ищет, имеет эту возможность. Пробуйте, делайте, подсказывайте. Пока все пытались делать механически. А я вам предлагаю в качестве работы над любым вопросом, подчёркиваю, будь то письменность, будь то обработка любых материалов, металлических, каменных, любых других, свет. Применяйте свет, пробуйте. Я сам с удовольствием, как говорится, попробую. Ну, будет такая возможность, всему своё время, значит, попробуем. Пока у меня таких возможностей лично принять участие не было, и я с таким не знаком. Только слухи и, опять же, свои пока предположения. Ну, кое-чудо, мои предположения частенько оказываются верными почему-то. Ну, слава Богу. Алексей? Ну, оно указано всё в статье, потому что, ну, перечислять это просто... Просто ужас какой-то. Там указано пару десятков этих предметов, где они конкретно находятся, кто их хранит. Ну, многие из них уже спионерены, скажу честно. Я же вам говорил, что самые интересные пропадают. Чем больше линза, чем совершеннее, тем быстрее она растворяется в этом музее. Там много приводится с острова Крита, где все эти артефакты найдены. На ней в статье конкретно расписаны, ну, читать это всё подряд. Вот музей Метрополитен. Примерно три тысячи лет назад нам вот эта щитообразная подвеска с дырочками из горного хрусталя. Как они её делали? При помощи молотка зубила, извините, и такой-то матери так не сделаешь. Она треснет. А при помощи света вполне вероятно. Всё это описано. А если хотите ещё больше, ну, придётся где-то найти книгу Роберта Темпла. У меня её в русскоязычном формате не получилось найти. Я просто описываю, что он там, как говорится, осколки знаний. А так он собрал намного больше этих информативных объектов. Там есть конкретные музеи, конкретные линзы. Всё это есть. Ну, зачитывать это, считаю, нет необходимости. Где хранятся эти артефакты? Да по всему миру. Вот ответ простой. По всему миру. Так что более подробно в статье или в книге Роберта Темпла. Хорошо. Реплика в эфир от Те Тины. Алексею и Виктору Здравян. Очень рады вас слышать, Виктор Викторович. Хотелось бы узнать некий момент. Да, первые династии фараонов имели светлую кожу и зачастую голубые глаза. И об этом много исторических доказательств. В Национальном музее Каира находится статуя с изображением фараонов и их жен около третьего тысячелетия до нашей эры. Из четвёртой династии, имевших все признаки белой расы. Многочисленные археологические открытия, которые подтверждают существование загадочных белых богов, датируются началом 20 века. Статуи и небольшие статуэтки, на которых изображены белые бородатые боги, были найдены в Мексике и Перу. Более того, на сегодняшний момент в некоторых музеях стран Европы хранятся древнейшие манускрипты, имеющие изображения и упоминания о таинственных белых богах, которые являются основателями большинства самых древних цивилизаций. Однако, почему-то эта информация доступна лишь отдельным людям, в кавычках. Для всех остальных доступ к данной информации закрыт. В Центральной и Южной Америке белые боги особо почитались. Они занимали наивысшие ступени в иерархии многочисленных пантеонов богов Центральной и Южной Америки. В городе Куско, который является столицей инков, располагался древний храм. В нем были обнаружены мумии людей, имеющих все признаки принадлежности к белокожей нордической расе, что было подтверждено генетическим анализом. Большинство мумий имели прямые светлые русые или рыжие волосы и голубые или зеленые глаза. Ткани, одежда, посуда, орудия труда и другие предметы, которые были найдены в погребениях, были изготовлены очень искусно, с использованием свастической символики, что говорило о высочайшем уровне культуры этого народа. Но есть понятие нордической расы, и древние оставили знание, что они со своими предками общались через пирамиды. Об этом говорят и сами археологи, и египтологи, что пирамиды – это передатчик информации расам, которые, возможно, когда-то нам помогали. И дальше многоточие. Вот такая длинная реплика. Что скажешь? Я скажу, что это только подтверждает всё, что мы знаем, всё, что нам предлагают в школах и институтах. Скажем так, это ничем не подтверждённые теории, которые возведены в высшую истину. А что было на самом деле, мы не знаем. Для этого и используем открывшиеся нам сегодня возможности того же интернета. Как говорится, что имеем, то используем. А задача какая? Простая. С миру по нитке, как говорится, голому рубаха. То есть я к чему говорю? Если наука не может или не хочет, ну это должны, я подчёркиваю, должны сделать простые люди. Мои статьи – это всего лишь определённые точки. Скажем так, которые хотелось бы, чтобы были дополнены другими людьми. А может, в итоге мы и напишем и свой реальный учебник истории. Но он будет основан в первую очередь на фактах, найденных сначала официальной наукой, а потом уже, применяя свои знания, традиции, того, что единая цивилизация Земли прошлого существовала, я думаю, мы сами сможем связать, опять же, связать и красной нитью провести по ней того, кто мы найдём в этих всех великих цивилизациях прошлого. А теперь, благодаря вот таким вот исследователям, мы можем не только их увидеть в виде мумий, но и посмотреть им в глаза, причём совершенно конкретно посмотреть. И действительно, это правда, что современные методы генетического анализа уже подтверждают, что те же самые… Ведь в Египте тоже найдено огромное количество мумий. Почему они тут Анхамона, опять же, не любят? Потому что у него все родственники имели светлые волосы, голубые глаза и выглядели как современные, скажем так, по-научному индоевропейцы, а по-русски говоря, белые люди. И генетически они соответствуют, да, современным жителям индоевропейских, так называемых научных племён. Ну так эти индоевропейцы отметились по всему миру. Причём тут и индийцы, причём тут и европейцы. А информации на самом деле… Их не просто осколки, но и настолько много этих осколков, что путешествуя по миру, мы ничего другого и не находим. Я же говорю, так давайте соберёмся когда-то и выпустим свой учебник истории, да. Может в итоге мы сможем это… У нас вот благодаря Народному радио мы это можем обсудить. Так почему бы нам не создать, как говорится, народную науку и выпустить свой народный учебник истории? Почему нет? Ну если никто не хочет это делать, но придётся это делать нам. А какие есть другие варианты? Я других вариантов не вижу. Вот чем могу, тем помогу, скажем так. В том числе лично я, например, всё это получил, опираясь на общение с природой. И информации от природы намного больше. А понимая это, уже открываются, скажем так, забытые, замалчиваемые, но существующие технологии, которые могут и сделать нашу жизнь лучше уже сегодня, и завтра, и помогут нам существовать в гармонии с природой. А всё остальное уже приложится. Почему? Потому что всё мироздание функционирует на универсальных законах. Универсальный закон гласит, что не помнишь прошлого, не имеешь будущего. Мы живём в потрясающее время, время перехода, когда мы обязаны, если мы хотим дальше существовать, вспомнить самое лучшее из прошлого и взять это в будущее, совершив, скажем так, как неимоверный, сказочный для нас сегодняшний рывок, сделать нашу жизнь и природу сказочной, вернуть её мощь, используя то, что использовали наши предки в прошлом. Сейчас у нас эта возможность появилась, её нужно брать и делать. Никто нам, вряд ли кто-то нам поможет, ну, а мы сделаем, что сможем, то сделаем. Хотя поле для изучения и исторических, и технологических процессов просто огромное. Ну, чем-то поможем и современной цивилизации, если это будет интересно тем, кто живёт в городах. Так что, вот такой ответ. Понятно. Вопрос эфир от Солнца. Виктор Здравия. Можно поподробнее сказать про технику колословов? Откуда она появилась, на твой взгляд? Благодарю. Это отражение самой солнечной письменности. Её сейчас вспоминает, по-моему, Сергей Иванович. Ну, есть у меня в подписках и на YouTube-канале, и в социальных сетях, в друзьях, вы увидите. Там, как говорится, ошибиться невозможно. Техника колослова. Лично я такие узоры наблюдал только при совмещении, при определённых углах, скажи там, света, и использования элементов, скажем так, как оптических. Оптических и оптических линз, назовём это так. То есть, природа состоит из этого. Сам свет, сама жизнь. Но это нужно продолжать изучать, потому что кто-то идёт снизу земными мерками, а нужно добавлять и небесные. Почему бы и нет? И тогда нам жизнь заиграет большими красками. Опять же, это, опять же, напоминаю, письменность не зря выделялась цветами. Где мы цвета видим? Солнышко. Нужно изучать, двигаться дальше. Ну, как можем, так и двигаемся в разных направлениях. Надеемся, мы в будущем ещё что-нибудь опубликуем, напечатаем, потому что пока нет конкретных доказательств, я бы, например, не хотела бы широко говорить. Да, вот есть такое направление движения, которое лично я считаю перспективным. Ну, а для того, чтобы не смешить троллей и ботов, давайте для этого и пишутся статьи, чтобы конкретный артефакт. Ну, опровергните статуи, которые содержатся в египетских музеях, в английских музеях, которые изучены и представлены. Ну, скажите, что эти голубые глаза не голубые. Это возможно. Ну, как с тем дротиком, возможно. Но на самом деле факты горят сами за себя, их невозможно отрицать. Они есть, они существуют. Какая-то из частей их собрана в статье, представлена. Для этого и существует статья, чтобы каждый мог убедиться. и если раньше тролли-боты помогали, скажем так, совершенствовать статьи, я им очень благодарен ранее, то теперь статьи пишутся так, что даже ведь не попадаются в сетях ученые. Вы же не сомневайтесь, там есть ученые, есть грамотные люди, но благодаря, скажем так, тренировке в прошлом теперь их реакция на такие статьи примерно такая. Сам дурак. Почему? Ну, потому что невозможно опровергнуть своих соседей, которые столько нарыли, откопали, изучили, положили, как говорится, в запасники музея. А ведь это все существует. Ну, куда вы это все денете? Да, они начинают применять юмористические методы. Это у него не подзорная труба, а дротик в глазу, монеты с русскими письменами печатались великие греки, все великие золотые изделия с кифов разбросанные по всему, как говорится, от японских островов до Америки делали великие греки, хотя греки там появились недавно, и сами они ничего этого не умеют, а вдруг начинаешь, все эти товарищи научились у соседей, то есть у славян. То есть, есть ли такие юмористические методы? есть, ну, наше дело не обращать на них внимания, а идти дальше, притом бить врага его же оружием, тем, что наука изучила, но когда ты видишь горный хрусталь обработанный и не треснутый, которому две-три тысячи лет, то тогда задайте вопрос науке, а как? А вы, если это люди прошлого, они древние, дикие, немытые, ну так повторите, что вам мешает? И тут, как говорится, повторение не получается, как и с золотыми изделиями, как и с отливками обработки горного хрусталя, потому что они начинают подходить с позиции современного, плоскостного, материального мира, давайте там чем-то материальным будем это обрабатывать, а наши предки могли быть намного проще, зачем что-то изобретать фантастическое, если у тебя есть понимание, как работает свет, взял и просверлили дырочку с концентрированным пучком света, да и все, или отлил тот же металл золотой, который они не могут повторить, или обработал горный хрусталь, или немножко выплавил камешек, ну почему нет, назовите хоть одну причину, нет, эти артефакты существуют? Существуют, солнышко, светило тогда, светило, сейчас это применяется, применяется, люди пытаются, подчеркиваю, только начинают пытаться, применять эти технологии для получения энергии для своих нужд, электрической, тепловой, и так далее, и так далее. Так что, такой ответ. Я вот тоже так думаю, если ученые говорят, что наши предки в шкурах бегали, были такие немытые, нечесанные, то что вам, ученым, современному, чесаным и мытым, не бегающим шкуре, стоит хотя бы повторить? Так вот, на коленках. Повторить простый эксперимент, экспериментальным путем то, что делали когда-то наши немытые, нечесанные в шкурах предки. Но если вы, друзья мои, не можете это повторить, получается, что вы, по сравнению с ними, немытые, нечесанные, бегающие в шкурах. Может быть так? Может, тот из ученых начнет говорить о том, что, ну, значит, прилетали какие-то иные цивилизации, может быть, там это, технологии были более высокие, но тогда вы разрушаете те теории, которые до этого были, опять же. Значит, тогда, видите, сражайтесь с теми, кто вам насаждает другие теории о том, что сюда никто не пролетал и не пролетает. В общем, куда ни посмотри, в любую сторону, везде клин. И так клин выходит, и этот клин выходит. Как-то разберитесь, уж какую теорию-то в этом придерживайтесь, какой теории. Ладно, идем дальше. Реплика от Вентаря Подсолнуха. Дело вот такое. Мне кажется, чем дальше мы уходим в прошлое, тем меньше мы можем себе представить о жизни, возможностях и так далее наших предков. Я это говорю в плане того, что дела далеких предков наших были то не такие плотные, как наши, и возможности у них были совсем другие. Не нужно было им изготавливать телескоп, чтобы разлить какую-либо звезду, землю и так далее. они могли сигануть из одного места в другое, воплотить что-либо, материализовать из эфира. Мне кажется, что дело вовсе не в технологиях, выпиливании дырочек и так далее, а в потенциале, в силе человека. реальность была другой и её возможно изменить в любое время. Вот так. Ну, в чём-то он, конечно, прав. Дело в том, что хотелось бы напомнить, что все времена, рассматриваемые нами, как бы это звучало прискорбно, но мы рассматриваем времена постепенной уменьшения вибраций, а, соответственно, деградации человека на Земле. И, как говорится, будем надеяться, что нам повезло пройти окончание этих самых низких вибраций, которых мы все слышали, опять же, по календарным системам. Они завершены были в декабре 2012 года по современному летоисчислению, так называемому распространённому. А далее эти вибрации помогут нам обходиться и без этих, как говорится, дополнительных помощников в виде телескопов, магических сфер. И вы всё, если вы сможете делать всё сами, без каких-то, скажем так, на основании своих возможностей жизненных, я буду только за. Покажите и нам, как это делать. Но, на самом деле, рассматривая период этой деградации, который длился примерно 100 тысяч лет по минимальным данным, то я считаю, тоже огромное количество времени пройдёт, пока энергетические возможности наши, которые позволяли нашим предкам вообще обходиться без каких-то вспомогательных материалов, тех же хрустальных, из горного хрусталя, тех же приборов, до этого времени, к сожалению, ещё далеко. А может и к лучшему, для получения определённого опыта душами. Так что, да, чем ближе к нам, тем больше нужно было каких-то помощников, каких-то устройств. А раньше, ну, 100 миллионов лет такого не нужно было. Ну, пока рассматриваем то, что нам недоступно. Нам говорят, что изобретено-то это всё было и рассчитано 300 лет назад. А мы показываем, что это было тысячи лет назад. те же камни-ики, они признаются опять же наукой-подделкой. Потому что, ну как, куда телескоп-то приписывать? А в будущих эфирах, я надеюсь, я вам покажу, там и Атлан, и Континент, МУП. Опять же, календарные системы нам помогут сказать, когда это было. А это куда всё девать? Ведь чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше информации, на самом деле, огромное количество. И статья получается огромная. Не у всех получается её прочитать, столько времени нужно. А ведь там всего лишь крупицы собраны. Каждую из этих крупиц можно разворачивать хоть в книгу. Так что, такие вот дела. Возможности. Давайте использовать то, что есть, то, что мы можем, то, что нам нужно познать. Да, существуют энергии, которые доступны душе, духу. Вы в состоянии их используете? Используйте, покажите нам. Но пока мы находимся в жёстком материальной привязке. Давайте хотя бы хоть увидим путь, как двигаться. Может, свет нам опять покажет, куда и как двигаться. Наши предки это применяли. Почему бы нам для начала хотя бы не вспомнить? А потом уже о чём-то мечтать. Мечтать же ж не вредно. А какой ответ? Идём дальше. Не пугайся, к тебе обращается псих. Так он себя назвал. Вопрос эфир от него. Доброго вечера. Возможно ли узнать, откуда такая уверенность, что найденные артефакты в музеях, про которые вы говорите, не по брякушке? У учёных, как мне думается, есть доступ к ним для изучения, проведения каких-то манипуляций для определения возраста, назначения и прочего. Как вы определили назначение артефактов? Провокационный немного вопрос, наверное. Ну, он не провокационный, потому что всё, как говорится, все эти элементы приводятся в статье, потому что все эти оптические инструменты, изучал же ж не я, вы ж не считаете, что я в Германию там слетала, изучила их, там приводятся все, кто их изучал, выводы не мои, а товарищи, которые их изучали, например, те же линзы из Лиарда эти, из Швеции там все собраны, изучались они немецкими учёными, всё это конкретно там описано, и даже написано, когда какая линза пропала, ну, вы же знаете, они, такие чудеса у них испаряются, так что, а качество и возможности, опять же, эти учёные изучали, они брали, их вставляли в проекторы, смотрели, увеличивали, некоторые фотографии приведены специально на тех же мерных линейках, что показывают, что линзы, например, найдены в том же Кносском дворце на Крите, они увеличивают и сегодня, они увеличивают, даже на фотографиях видно, что они служили для увеличения, а другие технологии, опять же, тоже те же невозможные технологии золотых изделий, которые современные технологи отказались повторять, они не в состоянии их повторить, тоже приведены в статье, их, я же говорю, их сотни, их сотни таких элементов по всему миру, несмотря на то, что теряется или отправляется, как говорится, в утиль и исчезает непонятно где. Все эти исследования на совести науки, будут у нас эти возможности, мы бы сами их с удовольствием изучили, но мы пока используем то, что нам доступно. Плюс те моменты, что Роберт Темпл изучил в своей книге «Хрустальное солнце», по-моему, так она правильно называется, она тоже проведена в статье, если вы хотите углубиться, и те, кто хочет, имеет возможность, пожалуйста, углубляйтесь, и когда будете в различных поездках в Англию, в Египет, или даже в свой, как говорится, краеведческий музей, зайдите и посмотрите, не валяется ли там какая-нибудь оптическая технология, которой просто не могло существовать, она там, может, ее забыли изъять, или она пока не пропала, так что вы можете стать потенциальным, как говорится, ученым, который откроет то, что ученые вашего региона не заметили, не захотели заметить. Будет у меня возможно, я бы самых с удовольствием изучил, пока я даю ту информацию, что доступно и которую можно сконцентрировать в одной статье. Таковы ответы. Дальше Данила к тебе обращается. Виктор Викторович, вкратце, тезисно, пожалуйста, имеется ли у вас информация о том, что линзы, в частности, а в общем и другие природные, возможно, и искусственного происхождения изделия аркана силы являются своего рода протезоприспособы, с помощью которых человеки и другие разумные получали ключи к вечной безграничной энергии, силе. Особенно интересны случаи из практики при участии мужской и женской пары. Речь не о соите между ними, хотя и не без этого, или в группах скопления масс хороводы, к примеру, возможно, поведаете о типизации классификации силы энергии участвующей, хотя всё едино. Это кузелок для будущих эфиров. Благодарю за ответ. Ты что-нибудь понял? Я понял, на что он намекает. Понятно. Догадливо вообще всё ловлю на лету. Ну хорошо, давай. Не, ну я могу, конечно, предположить в меру своих возможностей, да, наши предки всё равно старались повторить и включить эффект резонанса, который старается современная наука не замечать, скажем так, во всех своих деяниях и действиях. В том числе и в хороводах, когда участвует огромное количество людей людей, и заметьте, опять эти круги, опять эти эллипсоиды, сфероиды, которые отображены на плоскости, опять эти женские и мужские энергии, и получались ли они при помощи хрустальных этих инструментов, а потом повторялись, как на уровне взаимодействия мужских и женских энергий, так и на уровне взаимодействия общества, где были задействованы разные возрастные группы и разные энергетические токи, это нужно только изучать. Никаких запретов для этого нет. А мужчина-женщина Янь-Инь, ну этот символ присутствует везде, и как раз эта спайка, это основа всего. Ведь заметьте, мы впадали в женское общество, там где матриархат, впадали в мужское общество, в патриархат, а ведь нам нужно вернуть-то гармонию. Именно гармония позволяет включать эффект резонанса между мужчиной и женщиной. Без нее никуда. Когда мужики говорят, да мы вот сами все, или женщины говорят, то зачем нам эти, как говорится, неотесанные мужчины, мы тоже самые совершенные, генетически, умственно развитые, прекрасные, мы сами сможем сделать, я всех вас расстрою. Даже если, грубо говоря, наша самая совершенная женщина одна, это единица, а самый совершенный мужчина, ну грубо говоря, 0,8, то по генетическому коду, если смотреть, который опять же он, это опять же руны надо задействовать, чтобы вспомнить и подтвердить, правда ли, то, что нам оставили предки, то, что мы знаем. Вопрос в том, что при взаимодействии этой единицы и 0,8, ну грубо говоря, это не надо привязываться к цифрам, при их взаимодействии получается не два, не три, а миллион, вот в чем дело, вот где получается эффект резонанса, и совместно эти боги способны создать и повторить все, что угодно, а поодиночке или оторваны друг от друга, они, как говорится, результаты сомнительны, результаты такие, какие мы видим сейчас вокруг нас, мы утонули по вседневности, нет резонансных эффектов между женщинами и мужчинами и в плане научном, и во всех остальных семейном, в детях и так далее и тому подобное, а все, что делали наши предки, наши предки были прагматиками и природными существами до мозга и кости, до генетического кода, до всего, они ощущали, были частью природы, и все, что они делали, они делали для того, чтобы повторить усилить и использовать все, что дает им природа, а природа дает все и даже более, чем нам достаточно для любых, я подчеркиваю, для любых фантастических, сказочных свершений, которые сегодня кажутся нам сказочными, насколько это возможно, это все зависит только от нас, закрыты ли эти двери, нет, они открыты, для этого нужен просто определенный уровень духовного и душевного развития, гармонически, душа, тело, дух, и взаимодействие между мужской и женской энергией, и опять же, эти символы присутствуют по всему миру, так что, это нужно изучать, вспоминать, дополнять и развивать, что я могу сказать, вот такие дела. Дальше, из Ютуба Сергей Иванов, Виктор Викторович, вновь рады слышать вас. Из Ютуба от Кузнеца. Да, учитывая, как в официальной версии строились пирамиды, наши предки могли выточить тот же хрустальный череп, хоть голыми руками. Вопрос, то в каких-то десятках поколений сотен тысяч людей. Благодарю. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Чем дальше в прошлое, тем туманнее, таинственнее и загадочнее оно становится. Мы, может, отследить только недавний период, читая, как написано. А что там было две тысячи лет или семь тысячи лет, тут не только наука будет разводить руками и говорить, что они знают, так и людям. Прочитал, как написано. Ну что ж, все реплики я зачитал. Вопрос, вопросы тоже вроде бы все зачитал, ничего не упустил, насколько я понимаю. А вот еще была реплика от Эдуарда. Нет ниток, нет ткани, что-то есть, но три тысячи лет, а четыре века. Вот так вот многозначительно. И еще реплика такая мне понравилась. Когда я говорил про гармонию между мужчиной и женщиной, Вестник написал Богов, полная гармония между мужчиной и женщиной в наши дни, это когда играют гармоны. Как-то вот так. Ну уж не знаю, полная там гармония или не полная. Это у кого как. Раз на раз, как говорится, не приходится. Ну, реплика была озвучена, так что мы можем с тобой подводить итог сегодня нашей передачи. Ну, итог на самом деле очень простой. все, что представлено в статье для современного человека, ну, в основном звучит ново, необычно и на слух воспринимается очень непросто. Потому что об этом не рассказывают в школах, не пишут в институтах, при этом завалены всем этим музеи, при этом многие ответы на так называемые загадочные, неизвестные технологии прошлого мы можем там найти и не просто а, я думаю, и найдем. То есть вопрос только со временем. Нашу, свою задачу я, как говорится, для себя выполнил, потому что я хотел поставить определенную точку, которую люди бы могли дополнять, чтобы связать, протянуть эту ниточку во все континенты, временные рамки и восстановить на самом деле все, что было в прошлом, хотя бы его основные части для того, чтобы испробовать это в настоящем, взять самое лучшее в будущее, чтобы быть независимыми, природно соответствовать природой, быть ее частью во всех проявлениях, глубже и разнообразнее, разноцветнее ее понимать, воспринимать и стать еще лучше, выйти из этих всех темных времен, тоже, как говорится, ежедневно достигать своих маленьких побед, которые сольются в большие победы не только для каждого человека, но и для рода, для народа и позволит вернуть нам нашу жизнь в такую, какая она была раньше, а раньше она и сделать ее еще более краше, то я имею ввиду сказочную жизнь, чтобы все технологии и техники прошлого стали нам доступны, мы смогли их осознать, применить и сделать окружающий наш мир еще краше, лучше, для этого это и создавалось, я надеюсь, такие, это будет людям интересно, они смогут дополнить или хотя бы распространить эту информацию, ну и если перед ними будут вставать какие-нибудь технологические вопросы, они смогут проекспериментировать, получить и поделиться своими результатами, потому что да, звук очень интенсивно применялся нашими предками, но не стоит, стоит помнить, что и свет, свет был впереди планеты всей, применялся по всей местности, но и совершенно не зря, что может дать нам новые дополнительные толчки во всех аспектах науки, техник, технологий и решение любых задач, будь то медицинских, письменности, расшифровки прошлых и получение максимальной информации, что несёт наука для нас будущее, причём наша наука, народная, так что благодарю всех за внимание, рад был пообщаться. Благодарю тебя за очередную нашу беседу, очень добрый, хороший эфир, познавательный, иногда спрашивают, а как нам быть, как нам познавать истину, когда мы вынуждены опираться на изучение других. И такие реплики вот здесь тоже в чате у нас встречаются. Если мы опираемся на знания других, а эти знания других могут быть подделками, совершенно не знаниями, всё очень просто. Вы всегда задавайте вопрос себе, к чему вы придёте используя эти знания. Если придёте к совершенству, это хорошо. Если вы станете более мудрыми, это тоже хорошо. Если улучшится жизнь вас, вашей семьи, ваше окружение, державы, тоже хорошо. Если вдруг по каким-то причинам будет всё противоположное, то есть вам покажется, что это да, это совершенно, это здорово, но это совершенство требует дополнительных каких-то усилий со стороны, чтобы это совершенство поддерживать. И помимо этого вам необходимо создавать дополнительные какие-то приборы, на них тратить очень много энергии и сил. И в свою очередь для этих приборов вам тоже требуется что-то создавать. И получается такой замкнутый круг, и на выходе вы видите, что леса вырублены, реки загрязнены, вокруг вас много зловонных помоек, люди все злые, потому что они как белки в колесе сворода ночи, то наверное это к хорошему не приводит, наверное это был обман, наверное это была фикция, потому что в природе все совершенное просто, оно не требует каких-то дополнительных усилий для того, чтобы быть совершенным. Если вы с этой точки зрения будете смотреть на мир и на всякие изобретения, то тогда станет просто отсеивать, даже не будучи ученым, правду от лжи, истину от кривды, и все это станет на свои места. То же самое касается каких-то писаний, очень часто задают вопрос, ну вот писание вот это я прочел, вроде все здорово, хорошо, но тут же читаю опровержение, что это новодел, что кто-то там его придумал. Читаю другое писание, и то же самое, вроде бы трогает меня, но кто-то сразу делает вброс, что это новодел, что ничего такого не было. Другое писание «здорово, все хорошо», и подтверждение, что «хорошо» и «замечательно», оно в душе что-то скребется и говорит о том, что не так оно все, не так. Вот как раз я призываю к тому, чтобы вы не только сердцем думали, а все вместе соединяли и мозг, который умеет анализировать и размышлять, и сердце, которое может чувствовать. И в этих случаях тогда вы будете подключаться к тому истоку, к потоку для начала правильных мыслей, которые идут сверху и вам передают те знания, которые вам необходимы, а потом и сами станете этим источником, даже нет, сами станете тем, кто этот источник передает, транслятором. И в конечном итоге вы достигнете какого-то определенного уровня совершенствования и будете уже отличать, где правда, где неправда. Так вот, к чему все-то я и долго говорил. Если вы видите, что научные изобретения или какое-то писание ведут к тому, что держава наша становится сильнее, что люди начинают жить по совести, то в этом случае все идет так, как надо. И это один из главных критериев того, что вы на правильном пути, вы держите в руках правильную литературу, вы исследуете правильное направление. если же вы видите, что все эти умные слова приводят к разрушению мира, даже не будучи ученым, вы поймете, что что-то в этом мире происходит не так, и вам всовывают очередную тухлятину. Ну вот как-то так. Я только в окончании нашего эфира напомню, что сегодня у нас по одному из современных календарей 10 мая 2017 года среда, по одному из старинок 29 день месяца посево наречения 7525 лет и неделя, оптика и телескоп 5300 лет назад, такова тема была и сегодняшняя наша эфира. Виктор Викторович Максименков, он наш автор-сказитель, сегодня был низкий поклон тебе, Виктор, еще раз, низкий поклон нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube за то, что задавали вопросы. И вот когда я сказал, что я всего лишь напомню, вот я напомнил, а теперь уже после того, как я всего лишь напомнил, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Алексей Орлов Народное Славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру! Народное Славянское радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова